Чиновники пообещали, со снегом в этом году проблем не будет. Такие слова они произносят из года в год. Техника вся готова, отчитались власти. Даже устроили традиционные смотрины. Единственное, на что пожаловались, так это на то, что ее не хватает. Ну еще не до конца решены организационные вопросы. В целом, вот сейчас спецавтобаза 186 единиц техники имеет. Где-то необходимо нам 228 вообще в целом единиц техники. И самая острая необходимость, вот где-то 21 единица техники для того, чтобы закупить примерно где-то на 60 миллионов. Россельхознадзор проверил состав нескольких продуктов, таких как сосиски, сгущенное молоко и масло. Результат оказался далеко не положительным. В сосисках вообще ничего натурального не нашли. Да и масло специалисты Россельхознадзора раскритиковали. Освоен метод определения жирно-кислотного состава данного вида продукции. На основании этого метода можно определить, фальсифицирован продукт растительными маслами, так называемым пресловутым пальмовым маслом или нет. Программный директор радиостанции Европа плюс Орел Анна Колмыкова, победитель крупнейших российских журналистских конкурсов «Радиомания-2012» и «Вместе радио» уезжает по приглашению Фонда независимого радиовещания на семидневную журналистскую учебную поездку в Швецию и Данию. В ходе обучения участники получат теоретические знания и серьезные практические навыки работы журналиста с использованием новых медиатехнологий и различных платформ для производства мультимедийных материалов. Я готовилась к эфиру, услышала звонок, смотрю какой-то неизвестный номер, поднимаю трубку, мне говорят «Аня, здравствуйте, мы из Фонда независимого радиовещания приглашаем вас в Швецию на стажировку». Я сначала даже потеряла дар речи. Викопытный акции pointingаг аналогик в порядке скрепие навыки работы скреприпп ленты трубочки, а как так далее? Продолжение следует...